Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. В этом видео мы поговорим о том, как наше государство помогает гражданам, которые попали в тяжелую ситуацию. Причем не просто помогает на словах, а реально помогает деньгами, помогает сделать свой первый шаг в бизнесе и, собственно говоря, и построить даже в каком-то смысле бизнес. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что в нашей стране последние несколько лет действует проект «Рука помощи» и в рамках этого проекта государство, вновь зарегистрированным ФОПом, дает деньги на развитие бизнеса. И на сегодняшний день, с 1 января 2022 года, вступило в силу постановление, согласно которому государство дает вновь зарегистрированным ФОПом сумму в размере 97,5 тысяч гривен. В данном видео мы разберемся с тем, кто может получить эти деньги, как их получить и, конечно же, расскажу вам о том, как не возвращать в дальнейшем эти деньги государству. Итак, разберемся с первым вопросом. Кто же может получить финансовую помощь от государства? Для того, чтобы ее получить, человек должен иметь статус безработного, то есть не просто не иметь работы, а быть зарегистрированным в службе занятости как безработный. Это первое условие. Второе условие. Данный человек должен быть членом малообеспеченной семьи. При этом под малообеспеченной семьей следует понимать ту семью, в которой совокупный доход является ниже, чем прожиточный минимум. Итак, чтобы получить помощь, нужно быть зарегистрированным как безработному и быть членом малообеспеченной семьи. Теперь разберемся со вторым вопросом. Как получить эту помощь? Для этого нужно обратиться в центр занятости и подать заявление о выдаче финансовой помощи, справку об отсутствии судимости, а также бизнес-план. Обратите внимание, что в данном заявлении нужно будет указывать информацию о наличии долгов, которые превышают сумму финансовой помощи, то есть о наличии долгов свыше суммы 97,5 тысяч гривен. При этом ответственность за достоверность такой информации возлагается на заявителя, то есть на того человека, который подает данное заявление. Если у вас есть проблема с тем, как написать бизнес-план, потому что мы же не писали, мы не знаем, как писать эти бизнес-планы, то мы можем обратиться в центр занятости и они нам с этим помогут. То есть у нас как минимум должна быть идея, должно быть желание заниматься бизнесом. И в центре занятости проводятся курсы по предпринимательству, где вам расскажут о том, с чего начать, как начать, и подскажут и помогут создать бизнес-план. При этом заявление можно подавать как в бумажной форме, так и в электронной. После того, как вы подали заявление, вам нужно ждать уведомления о заседании комиссии по вашему вопросу. Согласно действующему законодательству, за 5 дней до заседания вас должны об этом уведомить, и вы можете присутствовать и в какой-то степени презентовать свой бизнес-план. После того, как комиссия приняла решение о выдаче вам финансовой помощи, в течение 30 дней вы должны зарегистрироваться как физическое лицо предприниматель, либо же как юридическое лицо. При этом, если у вас есть уважительная причина, например, вы заболели, то этот срок продлевается до 60 дней. Но будьте внимательны, если вы пропустили вот этот 30-дневный срок и нет уважительной причины для этого, либо была уважительная причина, но вы пропустили 60-дневный срок для регистрации в качестве ФОПа, либо юрлица, то решение комиссии о выдаче вам финансовой помощи будет отменено, и вы не сможете уже ее получить. После того, как вы зарегистрировались в качестве ФОПа, вы должны заключить договор с Центром занятости о предоставлении вам финансовой помощи. Обратите внимание, что согласно этому договору финансовая помощь будет вам предоставляться не в наличных деньгах, либо в безналичном переводе на ваш счет, а в оплате товаров, которые вам нужны. То есть, вы заключаете сначала договор с Центром занятости о предоставлении финансовых услуг. Потом вы находите продавца, который вам продаст те товары, которые нужны вам для старта вашего проекта, старта вашего бизнеса. Заключайте с ним договор купли-продажи. Он вам выставляет счет, либо квитанцию дает. С этой квитанцией, с этим договором вы идете в Центр занятости, которые в дальнейшем должны оплатить ту сумму, те товары, которые указаны в счете фактуре. Еще раз обращаю ваше внимание, что финансовая помощь предоставляется не в виде денег, а в виде оплаты товаров, которые нужны для вашего бизнеса. Собственно говоря, на этом процедура получения финансовой помощи и заканчивается. Теперь вам один раз в квартал, возможно, нужно будет отчитываться на комиссии, но это по решении комиссии, они могут вас вызвать и спросить, а как же вы распоряжаетесь той финансовой помощью, которую вам оказали, как у вас идет бизнес. Через три года данную финансовую помощь нужно вернуть. Огромным плюсом является то, что данная финансовая помощь, она предоставляется беспроцентно. И есть условия, при которых эту финансовую помощь можно не возвращать. Так, данную финпомощь можно не возвращать в тех случаях, если сумма выплаченных вами налогов, сборов, ЕСВ за это время превысила данную сумму. Я посчитал, и если вы, например, откроете ФОП на второй группе и по существующим на сегодняшний день ставкам будете три года платить ЕСВ и единый налог, то есть все три года ваш ФОП будет существовать и каждый месяц выплачивать ЕСВ и единый налог, то там уже сумма будет больше, чем 97 с половиной тысяч. И фактически через три года вам возвращать ничего не нужно будет. В тех же случаях, если вы захотите по каким-то причинам расторгнуть договор с центром занятости досрочно, то, соответственно, вам нужно будет вернуть эту сумму не через три года, а, соответственно, после расторжения этого договора. И в этих случаях вам нужно будет вернуть не всю сумму, а сумму за вычетом налогов и сборов, которые вы заплатили за время пользования этой помощью. Также эту финансовую помощь можно не возвращать и в тех случаях, если в течение первого года вы трудоустроили двух лиц из малообеспеченных семей, которые пришли вам по направлению службы занятости. Причем такое трудоустройство должно быть сроком не менее, чем на два года. Если у вас остались какие-то вопросы по теме данного видео, задавайте их в комментариях. А я вам желаю процветания вашего бизнеса. Пока!